Ты представляешь, Леди Гага предложила Филиппу Киркорову изменить внешность. Дожились. И окажется, у нас в Украине воношок ку-ку предложить самому Филиппу Киркорову изменить внешность. Это ужас, скандал какой-то. Какой ужас? Мне кажется, это наоборот такая честь. Я уверена, что Филиппу такое предложение очень мстит. А что, если бы тебе Леди Гага предложила побриться на лысо, ты бы что, не согласился? Да ты бы уже раструбила в этом всему миру. Люди бы сказали, дурик, зачем усы сбрил? Здравствуйте, с вами я Сергей Чибер, и это самые неожиданные звездные слухи. Готовьтесь удивляться. Можете уявить Филиппа Киркорова платиновым блондином. Тогда задейте всю свою фантазию. Бо невдовсе поп-король может постати в новом имидже. А как думаете, каким образом Микола Басков смог так дошколить Сергееву Звереву, что той решил выкликать золотый голос на дуэль, хоть и лишь в судовом порядке? Та кому, по-вашему, мог настолько набриднуть спів Бридни Спирс, что он погодился выкласти сотни миллионов долларов за ее мовчание? А про себя каждый зритель думает, только бы до меня эти водные процедуры не добрались. Но не каждому везет. На этой неделе жертвой насильственного закаливания стал Сергей Зверев. Как пишут на форумах прихильники співочного стилиста, он постраждал через своих знакомых. Сначала, подчас черговой отпустки на Мальдивах, до модного захопления долучилась Анастасия Волочкова. До сих пор, когда я эти кадры вижу, плачу. Так, все просто меня поливай. Поливай! Балерина передала эстафету Миколе Баскову. В жизни я начинаю бить все ниже, 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 ниже. Меня под воду, я захлебуюсь. Співак же, чтобы не страждать на самоте, вирішил залучить до температурного випробования еще одного приятеля балерины. Ну, меня развели, короче. Блин. Утім, Сергей поставился до виклику довольно ответственно. Ванную наполнил, льда туда набросал, помещение цветами украсил, все по феншую. Ну и, конечно же, телевидеонщиков пригласил. Вот только эффектного погружения не вышло. А на додачу до этих неприятностей спевучий стилист еще и застудился. Я, наверное, один идиот такой, чтобы пошел на такое. И теперь, как наполягают фанаты, за все свои страждания зверьев должен подать до суду на Миколу Баскова. Отже, незабаром может выбухнуть черговый зерковый скандал. Сирожа против Коли. Кто кого? Это шоу-бизнес. Это не первый, не последний случай. Если Сергей Зверев через хворобу не мог спевать только несколько дней, прихильники Бритни Спирс побояются, что их героиня может замокнуть навсегда. Дело в том, что новый ковалер спевачки, имя которого она пока что держит в таймнице, покликал ее замуж. И от счастья она анимела. На самом деле, потенциальный жених, влиятельный бизнесмен, имени которого она не называет, поставил условия. Замуж возьмет, если певица навсегда оставит сцену. Это очень ответственное решение. Я взяла месяц на раздумы. Ну а чтобы кохана думала быстрее, таемный олигарх сделал ей невеличкий подарок. Яхту за 350 миллионов долларов. Это же как у Романа Абрамовича «Яхта». Некоторые за такую не то, что петь, говорить отказались. Бритни, соглашайся. Ну а Филиппове Киркорову творче мовчання не загрожает в любом случае. Тем более, что днями ему, как поведомляет фан-клуб «Зірки», запропонувала заспевать дуэтом никто и інший, как Леді Гага. Я был так приятно удивлен. Має бути цікавий номер, проте у меня є одне невеличке побажання. Світова поп-зірка вимагає, аби для спільного виступу Филипп перефарбував волосся у платиновый колер, как у ней. Киркоров, як не дивно, погодився на цей эксперимент. Так что давайте. Двое платиновых блондинов на сцене. Один двухметровый, вторая метр пятьдесят пять. Жду не дождусь, когда это увидишь. Главное, чтобы Филипп Гедросович на рояль не пытался взобраться. Что ж, сторінки фанатских сайтів здатні подарувати нам чимало пекучо-гарячих, по-справжньому революционных новин. Однако, чем они имеют, подай, какое-то отношение к действительности, это мы обязательно объяснимо в одном из ближших выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова